Здравствуйте! Вы смотрите программу «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Инна Сучкова, координатор программ фонда «Детские домики» в Рязанской области. Здравствуйте, Инна! Здравствуйте! Ну, расскажите, пожалуйста, нам о работе фонда, чем вы занимаетесь, кому вы помогаете? Наш фонд, он всероссийский. С 2006 года работает, сейчас он работает практически по всей России. И с 2009 года мы работаем активно в Рязанской области. Помогаем мы детям. Банальный фонд помощи детям, помогаем детям. Помогаем детям, которые находятся в интернатных учреждениях, в трудной жизненной ситуации. И уже два года помогаем детям с инвалидностью на надобном обучении. Реализуется у нас вместе с программой «Самсунг Электроникс» программа «Образование для всех». Ну, вот вы сказали, что помогаете интернатам, детским домам. Может быть, по организациям пройдемся? Вот кому, в частности, помогаете? Дом малютки? Это дом ребенка. Это интернаты, как сиротские, так и коррекционные, так и обычные. Это социально-реабилитационные центры. То есть это приюты, куда дети попадают временно. Их изъяли из семьи. Родители, если опомнятся, возьмут себя в руки и изменят свою жизнь в лучшую сторону. Их вернут в семью. Если не изменят, то, к сожалению, их оформляют в детский дом или интернат. Там же находятся дети, которые родители не могут сейчас временно воспитывать. Пожар, допустим, случился. Пока они там что-то делают или в больнице куда-то лег. Соответственно, детей отправляют в социально-реабилитационные центры. Помогаем мы и санаторием детскому туберкулезному. Помогаем мы сейчас активно и с комплексным социальным центром. То есть там находятся дети, туда приходят заниматься дети. Часто с инвалидностью или в трудной жизненной ситуации. Сотрудники этих реабилитационных комплексных социальных центров с ними занимаются. Ну а мы, соответственно, стараемся чем-нибудь, какими-нибудь материалами помочь или призами. Так что у нас очень обширное поле деятельности. Перечислять, наверное, будет очень сложно. Причем наша миссия – помогать. Мы помогаем взрослым помогать детям. Стараемся узнать, какие потребности нужны там или в том или ином месте. И, соответственно, распределять те потоки помощи, которые к нам приходят. Приходят или мы их привлекаем. В общем-то, надо сказать, достаточно много людей откликаются, находят нас сами или откликаются на наши призывы к помощи. Ну и, в общем-то, я надеюсь, что такое вот взаимное сотрудничество между благотворительными нашим фондом и благополучателями достаточно плодотворное. То есть органы власти вам не помогают, к вам приходят частные лица или юридические лица и свои финансовые лица? Ну, органы власти, то есть мы активно сотрудничаем с Министерством образования. Все, наверное, эти годы мы участвуем во всяких разных конференциях, которые проводят наши органы власти. Но, в общем-то, наши потоки именно направлены на привлечение пожертвований частных и юридических лиц. Причем не только из Рязани, но зачастую и из Москвы, и из других городов. Вот. Плюс ко всему, именно наш фонд, то есть не представительство в Рязанской области, а фонд, активно работает с мировыми, можно сказать, такими корпорациями. Samsung, Procter & Gamble, различные банки, Орандстрахование. Вот. Они реализуют программы по всей России, в том числе и в Рязанской области. Ну, а наша, в общем-то, основная миссия – рассказать, а где же нужна эта помощь, и показать благотворителям, что давайте показать, доказать, а давайте направим свои потоки именно вот сюда. Более того, мы стараемся, чтобы наша помощь была направлена на развитие или обучение детей. Вот. Это очень важно. В общем-то, сейчас не секрет, что очень много людей стараются помогать детям. Вот. Ну, и чтобы, опять же, грамотно распределять потоки, ну, мы стараемся. Вот. Я решила вам помочь. Чем я смогу вам помочь? Что от меня потребуется? Возможностей для помощи много. То есть от финансовой какой-то помощи, пожалуй, это самое простое – передать деньги, чтобы на них что-то приобрели, ну, и, соответственно, потом порадоваться хорошему отчету и увидеть, что эти деньги пошли в нужное русло. Вот. Можно прийти, если вы хорошо фотографируете, можно прийти на мероприятие, пофотографировать, можно украсить зал шарами, можно научить детей чему-то. У нас сейчас вот проходит акция «Добрый офис». То есть некоторые организации ставят нашу копилку и в течение 7-10 дней собирают пожертвования среди сотрудников. Причем это могут быть как финансовые пожертвования, да, так и констовары. Это может быть спорт, инвентарь, то есть это то, что нужно детям всегда в большом количестве, в общем-то. И, пожалуй, наверное, эти потоки всегда будут тоже актуальными, несмотря ни на что. Активно у нас в Рязанской области реализуется сейчас программа «Здоровый ребенок». То есть у нас в программе «Образование для всех» есть дети, все дети с инвалидностью на надомном обучении. Ну, как правило, государственные возможности обеспечения дополнительного оборудования, ну, не всегда... Удовлетворяют потребности? Да. Поэтому всегда существуют какие-то дополнительные реабилитационные приспособления, которые необходимы детям. Мы с помощью, опять же-таки, в основном частных лиц закрываем эти потребности, приобретаем им оборудование, вот. И, в общем-то, очень многие лица откликаются, очень приятно. Дети потом очень радуются. Инна, ну вот еще хотелось бы узнать о каких-то конкретных достижениях, какие-то мероприятия, возможно, вы проводили в последнее время, и что-то для себя получили вы? В последние, наверное, три года у нас достаточно большие проекты во многих интернатах Рязанской области. Перечислять их будет достаточно сложно по причине того, что их было много. То есть вот из последнего мастерские в Рязанской школе-интернате, кабинет психологов в Костинской школе-интернате, в Масоловской школе-интернате мы очень много сделали. В Полянской, например, установили площадку. В 26-й школе-интернате для слепых и слабовидящих детей там покупали дорогостоящее тоже оборудование, площадку ставили. Вот. Всех не хватить. Помогаем и в Елатьме, помогаем и в разных регионах. Опять же-таки хочется остановиться на последнем, то, что у нас было. 23 мая у нас была двухлетняя программа образования для всех. Мы устраивали круглый стол. Дети, родители, волонтеры, добровольцы рассказывали, что им дала эта программа. И было очень приятно услышать, что помимо того, что дети научились пользоваться компьютерной грамотностью, то есть мы им вручаем ноутбуки, мы им вручаем многофункциональные устройства, к каждому ребенку прикрепляется волонтер-тьютор, который помогает ему в освоении компьютерной грамотности. Но мы еще проводим различные мастер-классы, занятия для родителей, родительские университеты, занятия для добровольцев. И, наверное, все-таки это достижение и достаточно большое. То есть ребенок аутист, ребенок, который не общался, не мог общаться, он стал разговаривать, он стал общаться. И на самом деле те, кто в теме, они поймут, насколько это большие достижения. То есть девочка одна, вот я помню, два года назад, она была такая замкнутая, всего боялась. Сейчас улыбка не сходит с лица, похорошела прямо вся. Она стала уверенной в себе. И вот эти вот маленькие шажки в рамках общества, наверное, незаметны. Но в рамках отдельного ребенка, в рамках отдельной семьи это настолько большие достижения, что, собственно, и, наверное, из таких вот маленьких достижений складывается вот эта толерантность общества к проблемам инвалидов. Нам хочется, чтобы это было как в западном обществе, когда они тыкают пальцем, когда общаются, не замечают о том, что они не такие, как все. Инна, ну я надеюсь, люди откликнутся, услышат. Чем больше вот таких событий, как вот сегодня, да, мы с вами сидим, общаемся, тем больше людей подтянется. Ну это практика, проверенная годами. Я желаю вам удачи. Работу вы делаете, конечно, грандиозную. Спасибо вам большое за это. Спасибо вам. До свидания. Инна Сучкова была у нас в гостях. Это была программа «Семь минут». Всего вам самого хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова